итак на ремонте вот такой компьютер системный блок маленький материнская плата стандартная но комплектация слабенькая все такое в уменьшенном состоянии пришел ко мне вот в таком виде просто тут даже не убран старый старая паста просто вот так вот стоял и так он запускался значит хозяинка говорит что при включении на кнопку не пускается но с 5 10 раза начинаются вентиляторы крутиться но не всегда запускаются не всегда запускается монитор значит батарейка батарейка посажена в ноль тоже еще видно будет или нет здесь по питанию процессора конденсатор один сдулся то есть возможно из-за этого не запускается но вот пока такие причины 3 значит кнопка батарейка и конденсатор это то что визуально сразу определилась но и конечно же из-за питания конденсатор может быть потом со временем нагревается и чего-то там у него появляется какое-то питание начинает запускаться хозяйка говорит если запустился то уже работает пока не уйдет спящий режим но и спящего режима наверное опять нельзя быть выйти потому что кнопка не работает но или потому что питание питание процессора вот здесь я так подозреваю ну последовательно сейчас начинаем батарейка ну собственно конденсатор нужно по нужно поменять с кнопкой все понятно ну а дальше посмотрим и так пла сама плата это плата м2н 68 тире эль а без со встроенной видеокартой но есть такой не мощной начинкой значит для того чтобы выпаять конденсатор нужно снять плату для этого нужно полностью все все эти вещи открутить потому что болт крепления тут за ящиком находится поэтому все откручиваем блок питания как откручиваем здесь есть три винта а потом чтобы его вытащить нужно его туда толкнуть но чтобы толкнуть нужно нажать на вот этот флажок флажок нажимаем он вытаскивается и вытаскиваем блок питания здесь откручиваем вот здесь вот на этот флажок нажимаем и тогда он подвигается вытаскивается чтобы открутить вот эту часть причем вместе с корпусом нет не только саму сам 9 но и корпус нужно снимать потому что здесь под ним внизу винтик находится для этого снимаем переднюю крышку вот эти вот защелки нужно открутить и тогда поднять и тогда передняя крышка вытаскивается и здесь у нас есть винт крепления вот этого корпуса винтик с этой стороны откручиваем и тогда корпус тоже вынимается и тогда сможем открутить плату для того чтобы поменять вот этот конденсатор ну вот как то так все непросто но возможно значит после того как мы открутили вот здесь винт вот здесь и еще два вот здесь и вот здесь значит что нужно что нужно сам 9 вытаскиваем и вот этот корпус чик вперед проталкиваем и все теперь он может выняться и теперь мы можем открутить вот этот винт платы самой угловой тут все непросто поэтому вот такая ситуация ну что теперь винтики откручиваем винтики платы и плата снимается и сможем поменять этот конденсатор там уже все не сложно и так что было сделано я открутил все винтики и выпаял перепаял этот конденсатор ну собственно и все пока еще батарейку даже не менял поставил тестовую плату дежурка стоит она закрыта под блоком питания поэтому со вставленным блоком питания на место не вставляется но пока у меня все отключено жесткие диски отключены но я могу уже запустить подключил монитор и нажимаю на кнопку чик значит вентиляторы заработали процессор стал греться нагреваться это уже хорошо но пока еще не реагирует монитор сейчас будем разбираться и так после того как я поменял конденсатор компьютер запускался уже горячий становится процессор потому что до этого даже был холодный но не каждый раз поэтому чтобы его сделано я взял планки памяти они тут с очень пожелтевшими ламелями было и обыкновенным ластиком для школьников почистил до светлого цвета что вставляю теперь и смотрите какое чудо произошло нажимаю на кнопку поставлю вентилятор чтобы было видно включаю вентиляторы идут питание загорелось что с монитором запускается выключаю выключил выключил снова включаю это я чтобы показать что работает все время снова включаю снова показываю вентилятор монитор загорается и переключается она требует системный диск выключаю снова включаю но все не буду мучить сейчас подключу жесткий диск и посмотрим чем все закончится и так я сейчас запускаю компьютер поставил радиатор продал не родной и не закрепляется так уж принесли мне но я поставил жесткий диск и посмотрим запустится ли windows включил все вентиляторы работают общая картинка есть и windows запускается то есть ну как мы видим не не сложная задача просто найти на плате вздувшийся конденсатор вот этот я поменял нужно мощным паяльником выпаять и вставить другой я выпаял у меня на чердаке полно сгоревших материнских плат на них хорошего качества стоят конденсаторы выпал выпаял таким же нам номиналом видим что все работает и все ремонт закончен но осталось еще батарейку поменять это не принципиально работать будет и без нее но не будет запоминать настройки bios а если их менять ну а так в принципе все в порядке поэтому подписывайтесь на канал ремонт произведем клиентка получит рабочий но а еще хотел сказать что по поводу кнопки я погорячился оказывается это не кнопка включения не нашел и кнопка включения вот это оказалось эта кнопка открытия диска тут я трохи не догадался но с кнопкой все в порядке всего доброго увидимся на канале